С вами Василиса. Немного фактов из мировых чартов и не только. Эд Ширан выиграл первую премию Эмми за саундтрек, который он написал для сериала Тед Ласса. Это первая номинация Ширана на премию Эмми. Статуэтку музыкант получил за песню A Beautiful Game, которая звучит в финале третьего сезона Теда Ласса, текст и музыку которой в свою очередь написал Эд, а продюсером выступил Макс Мартин. Эд не присутствовал на церемонии, чтобы получить награду. Сторм Рид также получила свою первую премию Эмми. Актриса стала лучшей в категории «Лучшая приглашенная актриса в драматическом сериале» «Одни из нас». Кристина Агилера подписала контракт с United Talent Agency для мирового пиара. Вероятно, новый контракт является подготовкой к грядущему камбэку исполнительницы. Среди других участников, заключивших контракт, Карди Би, Лилна Сикс, Холзи, братья Джонас, Рассалия, Постмалон, Кароль Джи и Лил Уэйн. Дуа Липа, как сообщается в ближайшей неделе, приступит к съемкам нового видеоклипа в Лос-Анджелесе, а релиз нового сингла «Певица» состоится в феврале. Пока артисты в отпусках и особо не дают инфоповодов, вот немного статистики. Мот – единственный артист, у которого три песни входят в топ-100 самых ротируемых песен 2023 года по версии портала TopHit. У Taylor Swift новый рекорд. Альбом Taylor Swift Reputation достиг 7 миллиардов прослушиваний на Spotify, что делает его четвертым альбомом исполнительницы, достигшим такого результата. Таким образом, Swift стала первой женщиной в истории Spotify, у которой есть четыре альбома с более чем 7 миллиардами стримов. Lana Del Rey, Doja Cat и Tile The Creator в этом году станут хедлайнерами фестиваля Coachella. Hits Daily Double сообщает, что создатели фестиваля отказались от Шакиры в качестве хедлайнера, а Дуалипа отклонила предложение возглавить Coachella. Американский музыкант Ноу Кэхен синглом Stick Season спустя 14 недель пребывания в британском чарте сумел таки его возглавить. Это его первый номер один в данном чарте. На второй строчке расположился еще один американский артист Джек Херлоу – Lovin' On Me. Тройку лучших закрывает одна из главных коллабораций прошлого года – касса Ray & D-Block Ero Prada. Неожиданно, один из главных хитов певицы Софьи Элис Бэкстер, Murder on the Dance Floor, спустя почти 20 с лишним лет вернулся в десятку хит-парады страны на восьмое место. Композиция достигала второго места в 2001 и в 2002 году. Лидер прошлой недели – бессмертный рождественский хит Last Christmas – опустилась на 83 место. Это всего лишь вторая рождественская песня в топ-100 чарта на данный момент. Чуть ниже, на 85-м месте, находится Сэм Райдер – Your Christmas To Me. А теперь итоги мировых чартов. На этой неделе лидер чарта – Billboard Artist 100 – Тейлор Свифт. Лидером Billboard Hot 100 на этой неделе стал трек «Rockin' Around the Christmas Tree» – Брэнда Ли. Чартик-ток Billboard – топ-50. На первой строчке чарта – Spotify Global Greedy – Тейт Макрей. В Беларуси – Атюнстоп Сонс лидер – Морюкс Инна Мурата. В чарте Spotify – Беларусь лидер Айгел Паяла. В Яндекс.Музыка лидирующую строчку занимает царица Анна Асти. Лидер Шазам Уминчан на этой неделе – Meet You at the Graveyard – Клефи. Лидер Шазам Уминчан на этой неделе – Морюкс Инна Мурата.